Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Игорь Стрекалов, научный сотрудник Института археологии Российской Академии Наук. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Вы сегодня к нам с находками. Да, это находки со Старой Рязани, у нас завершился полевой сезон, очередной полевой сезон, мы закончили копать, и теперь начинается новый этап в написании отчета, обработка находок и обдумывание всех этих полученных результатов. Расскажите, что здесь самое интересное? Я вот уже немножко ознакомилась с этой находкой, мне кажется, это она, да? Да, это, пожалуй, самая интересная находка этого сезона, это булава. Она была найдена, конечно же, без ручки, ручку это уже сделали, как бы реконструкция такого, как он выглядел в самом деле, этот предмет. Это символ власти, это предмет вооружения, это оружие, конечно же, но в первую очередь это символ власти. Если это символ власти, получается, этой булавой что, дрались или ее носили с собой, как символ власти, что это за вещь? Ну, конечно же, ее в первую очередь носили с собой, как символ власти. Всегда? Она в руке всегда должна быть? Ну, во время боя, во время смотров, если так можно сказать, она была, конечно же, как у офицеров, у современных кортик, или же именное оружие, вот так же эта булава носилась кем-то из воевод, то есть человек, который стоял во главе войска. У него был вот этот символ власти булава, хотя в сложной ситуации, когда у него не было другого оружия, то можно было и вступить в бой с этой булавой. Она больше отличала его, наверное, от других, это вот как с чем сейчас можно сравнить, как офицеров отличает, что? Наверное, с погонами можно сравнить, да, то есть можно сравнить с погонами, то есть это символ власти, который сразу... Это древние погоны? Да, позволяло сказать, что вот это человек, который облачен властью. Какого года? Это вещь начала 13 века, и, скорее всего, она была потеряна 21 декабря 1237 года, если говорить вот такими словами, потому что это был последний день обороны города от Монгола-Татар. Что еще здесь есть интересное? Здесь есть еще и другие интересные вещи, бытовые вещи, украшения, вот, например, топор, серп, вот эти пряжки, они тоже были найдены вместе, то есть они лежали как бы компактно, рядышком, и пока мы не можем объяснить, каким образом они оказались вместе, почему их спрятали или же их потеряли, но потеряли, тогда потеряли весь мешок с вещами, вещи не новые, то есть они ими уже работали, более того, топор, он, видите, здесь он треснул, то есть это уже, как бы, скорее не топор, а просто металл, и почему эти вещи оказались вместе, и как, пока для нас загадка. А в Рязани наверняка сейчас увеличилось такое пространство, где можно копать еще несколько лет назад, наверное, только на территории Кремля, а вот в том году, перед Центральным банком, сегодня, вот, буквально недавно копали на улице Рабочий и около Тюза. Да, да, около Тюза на улице Петрова, да, это продолжение прошлогодних работ, связанных со строительством нового музейного центра на Соборной, и действительно, последние годы работы археологов активизировались в городе, сейчас, и вот в ходе этих раскопок в этом году было найдено тоже очень много интересных и предметов, но самое интересное, мы уточнили точное местоположение острога Переслава-Рязанского 17 века, и в том числе мы нашли в этом году остатки главной магистрали этого острога, большой московской дороги, она была деревом вымощена, то есть такая деревянная мостовая. Дерево сохранилось? Сохранились следы дерева, само дерево и следы его сохранились. В Москву вела дорога? Да, эта дорога вела из Кремля, она шла от Глебовской башни, нынешний вход в Кремль и в музей, и дальше в сторону Москвы, то есть почти так же, как сейчас Московское шоссе ведет, немножко с некоторыми отклонениями. Еще там была найдена на улице Петрова ливневая канализация, огромная прям, да? Да, очень красивая ливневая канализация, конца 18-го, начала 19-го века, город был себе вполне цивилизованный. Она, наверное, не засорялась, как сейчас, она такая открытая была, да? Она была открытая, может быть, и лучше была она, действительно она работала, но, тем не менее, мусора в ней много. Мы нашли, и в этом мусоре были интересные даже находки, немного курительных трубок, конца 18-го, начала 19-го века и битое стекло, и другие. С росписью даже, да? Да, 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 курительные трубки очень красивые. А вот здесь я не вижу детских вещей, но я помню, что там даже свистульки, вот на улице рабочие точно находились в этом году. Вот можете еще какие-нибудь интересные детские вещи по векам перечислить, игрушки, которые находятся? Ну, да, можем перечислить. Наверное, самые ранние из тех игрушек, которые мы встречаем, это 11-12 век, такие глиняные хлебцы. Это такие вот лепешечки глиняные, иногда на них расчерчены, или на них такие точечки, вот как на булочках размечены. Может быть, это игрушки, может быть, это какие-то связанные с какими-то церковными ритуалами вещи, но, возможно, игрушки. В 12-13 веке уже появляются глиняные игрушки, собственно, и свистульки, и тоже их часто находим. Ну, не так часто, конечно, как хотелось бы, но находим. Настольные игры бывали? Настольные игры, да, уже в Древней Руси хорошо знали шахматы. И шахматные фигурки тоже мы находим при раскопках Старой Рязани, не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, находим. И если собрать все находки шахматных фигурок, известные на территории Руси, то вполне себе собирается полный набор, даже несколько наборов шахмат, в которые можно сыграть партию. Конечно же, правила были немножко другие, но, тем не менее, эта игра была очень похожа на современные шахматы. Были игры настольные, были детские игры, то есть дети также играли в какие-то игрушки, и, как и сейчас, детская игра – это процесс обучения. Также и тогда мы находим и какие-то слепленные, явно детскими руками, горшочки, то есть, явно какой-то, может быть, сын гончара-мастера. Нет, ну, сын гончара-мастера пробовал лепить, да, еще в детстве. Давайте в завершение еще поговорим об этих находках. Вижу колечки и вот об этой ткани, очень интересно. Да, ну, здесь представлены еще вот разные мелкие вещи, это украшения, пряжки, персины. Тоже это все на Старой Рязани? Да, все со Старой Рязани. Это браслет бронзовый, вот такой раздавленный тоже перстень. Женщины наряжались, я так понимаю. Да, женщины любили украшения. Вот это вот небольшой фрагмент височного кольца, тот, кто помнит учебник истории. Это как? Это височное кольцо, которое подвешивалось к женскому головному убору на висках. Красота вот эта. Да, вот эти вот височные кольца, это вот авиатическое как раз височное кольцо. Как вы разобрали, что это именно оно? Ну, это половинка кольца, явно вторая половинка. У вас есть опыт, наверное, уже, да? Да, 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 конечно же. Вот, и вот эти вещи, они связаны не со славянами, а с теми, кто жил до славян. На этой территории финно-угорские племена. Это такая шумящая подвеска, украшения. Вообще финно-угры намного больше любили металлические украшения, чем славяне. И славянский костюм, он беднее был металлом, но был украшен разнообразными вышивками. И вот эти вышивки иногда мы тоже находим при раскопках. Вот, например, остатки ткани. Это остатки воротника. Давайте посмотрим. Это остатки воротника. Воротник-стоечка. Здесь прям видны волокна, да? Здесь видны не только волокна, видно узор. И сохранился этот кусочек ткани благодаря тому, что здесь в украшении использовалась золотая нить. И благодаря золотой нити сохранился этот кусочек ткани. Сохранилась как сама ткань, так и подложка. Вот этот вот луп, то, что делала воротник, этот твердым стоечкой. Это нашли в Старой Рязани, в городском некрополе. У нас на одном из раскопов исследовался городской некрополь. И это часть погребального костюма. Но праздничный наряд, он не сильно отличался от погребального. А сам погребенный тоже там же? Конечно, там же, да. Да, скелет погребенного тоже был найден. И они будут переданы в Институт антропологии, где будут дальнейшие исследования уже костных останков. И связаны будут и болезни, и патологии, и расовый какой-то тип. Все это будет определяться антропологами. То есть еще много работы по исследованию. Ну что ж, спасибо вам, Игорь, за эту познавательную беседу. Пожалуйста, всегда рад помочь. Вы будете очищать это все, получается, применять порядок, да? Да, конечно же. Еще это предстоит реставрация этих вещей, очистка. И потом какие-то из них окажутся на витрине в музее, какие-то окажутся в запасниках. Ну, в общем-то, вот здесь вот еще хотел показать. Это вот рыболовный крючок, видите? Крючок, да, вижу. Какой большой, как они ловили рыбу. Ну и вот светец, подставка под светец, под лучину. То есть это вот... На ней горело, получается. Да, сюда вставлялась лучина. И, собственно, таким образом освещался дом в XII-XIII веке. А куда он вставлялся? Ну, вставлялся куда-то в деревянную основу, в колоду деревянную. А так загореть может, нет? Нет. Здесь подкладывалась тарелочка. Спасибо вам, спасибо за то, что вы пришли к нам в гости. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо, я буду рад откликнуться на ваше предложение. Всегда. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова